Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по милам и грешам. У нас есть сайт большой, вот я вам покажу, в Осетии Библии. Православный библейский сайт. А вот здесь справа отвечаю я на вопросы по темам. 55 тем. Сейчас седьмая, взаимоотношения. Берем оттуда вопросы, мы их озвучиваем, чтобы легче было ознакомливаться. Вот первый беру. Вопрос 3422. 21 том открытым оком. Король муха слышала, что вы опять с кем-то из своего окружения крепко поговорили. За то, что того человека не один раз уже встречали на снегоходе. Раз вы люди сами не договорятся без вмешательства в их личную жизнь? Ответ. Меня очень трогает жестокосердность и эгоизм людей, когда кроме своей выгоды они ничего не хотят видеть. И почему такое важное дело, даже подающее соблазн и дурной пример, не укоротить и не вставить в рамку приличности? Мы живем в отдаленном месте. От разъезда 4 километра. А трасс, где проходят автобусы на Барнолу 16 километров. Но эти 16 километров проходят по местам безлюдным, в совершенно глухой степи, где ниоткуда невозможно ожидать помощи. Там степь и колки, и колки, и никакого следа, кроме звериного. Летом иногда встречают с трассы на машине, едут из города в основном поездом или на своих машинах. А когда вот так наездом кто-то и сам себе назначает сроки и не хочет на разъезде слезть ночью, а хочется ему днем на трассе, то и дело чуть полегче, когда тепло. Я лично еще никогда этим видом услуг не воспользовался. Это очень дорого и всегда нужно кого-то просить, чтобы за тобой выехали к трассе. Зачем? Разве кто-то умер и ты спешишь на похороны? А уж когда я узнал, что этим баловством заражены зимой и на снегоходе встречают с трассы, это на открытом морозе 32 километра, меня озноб пробил в комнате. Ну и поговорил крепко, чтобы усовестить людей. А староста безотказного, который встречал на снегоходе, не имеющим никакой защиты кабинки, упросил, чтобы зря этого впредь не делал. Здоровье его намного дороже. Да и сломайся в пути. Куда идти по снегу? Кто вывезет? Никто. Никто. Бросай хоть до весны. 2 Царство 23, 15-17 И захотел Давид пить, и сказал, кто напоит меня водой из колодеза Вифлеемского, что ворот. Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодеза филистимского, что ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее, и вывел ее во славу Господа, и сказал, сохрани меня Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее? Вот что сделали эти трое храбрых. Нечувствительность и жестокосердие в ступени к погибели души. Исайя 7, 13 Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Деяние 27, 10 Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, и для нашей жизни. Как будто послушались и теперь встречают на снегоходе только на разъезде. Видишь как. А если бы я этого не говорил, то ни с тобой, ни с чего. Холодно, голода в нашем селении. Утро печальное, сырость, туман. Колокол глухо гудит в отдалении, церковь зовет прихожан. Что-то суровое, строгое, властное слышится в звоне глухом. В церкви провел где-то утро ненастное, и не забуду о нем. Все население, старое и молодо, с плачем поклоны кладет. О прекращении лютого голода молится жарко народ. Редко я в нем настроение строже и сокрушений видал. Милый народ и друзей его, Боже, сам я невольно шептал. В нем ли моление наше сердечное? О послуживших ему, об осужденных в изгнании вечное, о заточенных в тюрьму, о претерпевших борьбу многолетнюю и устоявших в борьбе, слышавших рабскую песню последнюю, молимся, Боже, тебе. 1877-й, Некрасов. Нет, не считал такое, да? Нет. Я только прозу читал. Вопрос 3549-й, 23-й том открытым оком. Для чего публиковать беседы с разными людьми и какая от этого польза людям? Кому это интересно знать, кто и что сказал, иногда от частного порядка? Ответ. Библия очень часто пользуется диалогами, начиная с разговора в раю, Бога с человеком и человека со змеем. И далее на протяжении всей истории мира Библия излагается в виде бесед, разговоров, иногда о частностях, не имеющих как будто никакого продолжения, тем более пользы для нас, живущих на расстоянии тысячелетий от тех времен. Но это вовсе не так. Те диалоги вошли в священное писание, а значит и смысл во всякой строчке далеко необычный. В Библии слово сказать с производными встречается 5424 раза. Слово говорить 3591. И очень часто, даже в большинстве случаев, разговор вовсе даже и не святой, и как бы не спасительный, а прямо-таки дьявольский, об убийстве, о грехе. И однако эти цены вошли в Библию, и из них мы берем полезное, и даже ничуть не меньше, чем из бесед добрых людей. Взять любую книгу в литературе, там все построено на диалогах, на беседах. Но о чем они? Кому от этого польза? Если я буду знать, что и когда говорил Керенский, Колчак и прочие масоны, и сам царь-батюшка, то велика ли душе моя польза от того? А именно на этом построен сюжет «Красного колеса» Солженица Александра Исаевича. Самое монументальное и по объему в несколько раз большее, чем «Война и мир» Толстого Льва Николаевича, эпопея разрушительной революции. И ни за один разговор нигде, кроме Библии, нельзя поручиться, что таким точно он и был, без авторского домысла, пусть даже и невымышленных героев. А у меня-то все реально, ибо записано на магнитофон. Тут такая точность, какой нет и в Библии, если вдуматься в суть. Там всегда напрягались вспомнить, как было, хотя и под действием Духа Божия. Лука 24,6. «Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее». Вспомнить надо. «Уже после воскресения Христа, после создания Господом церкви, после сошедшего Духа Божия, все еще, все еще частенько ворошили память и забытая». Деяние 11,16. «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Евреям 10,32. «Вспомните прежде дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подык страданий». Откровение 2,5. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». У меня же ничего не приходится вспоминать. «Ибо я по всей стране ездил с магнитофоном и все фиксировал. Тысячи часов. Вот сейчас я открываю частичку своих обширных архивов, каких нет ни у одного человека в мире. Притом точность до вздоха, до слезы. Эти беседы все были направлены на рождение души свыше, на спасение душ. А в литературе и в иных воспоминаниях это такая редкость, и при том только всего лишь воспоминания, за давностью лет и при ослаблении памяти очень и весьма даже сомнительны. А у меня пленки эти уже оцифрованы, и можно их прослушать в оригинале тех голосов и переживаний. Так что с этими моими публикациями вряд ли кто еще сможет конкурировать. Мне вообще здесь не на кого ориентироваться, потому что те времена ушли. Их нет. И те люди уже в большей части отбыли на ту сторону и их голоса ни за какие золотые запасы страны не создать. Я являюсь единственным монополистом сокровищ оставшихся от тех личностей. Многих интересует, как проходили беседы с сектантами, с чего начиналось, что они принимали истину и переходили в православие из баптистов. Есть краткое разъяснение во втором томе «Открытым оком». Какие местописания нужно применять в беседе с юридиками. Но людям хочется увидеть сам процесс работы Духа Святого. Дают часть бесед в Одессе 19-20 апреля 1979 года на квартире. Ныне Украина, 650-89 Одесса, улица Академика Королева, 104, корпус 1, квартира 4, телефон 804-82, 40-38-14. Вознюк Анна Филипповна, Украина, 650-28 Одесса, улица Лазарева, 36, квартира 14, телефон 804-82, 717-76-64. Яковлева Умнова, Тамара Петровна, Украина, 650-00 Одесса, улица Паустовского, 2, квартира 1, Умнов Даниил Петрович. Даниил, это у нас был тоже в духовной жизни застой. И вот эта реформация нам первым пришлось, как говорится, вступать в это сражение. Да, вот почему-то Господь меня сразу в этом отношении нашел. Сразу я понял, что-то тут не то. И вот, и в этом тоже придется мне быть первым. Игнатий Лапкин. Как чудно должно все это быть, Даниил. А, брат дорогой, а первым знаете, как достается, Игнатий Лапкин? А знаете, нам сколько достается? У нас вопросы во всех направлениях идут, и со священниками, и с архиереями, и с патриархом. Вот я послание послал, сейчас домой еду, может быть, отлучен уже, который раз. Если желаете, я это послание прочту. Я патриарху написал, и не знаю, какие последствия из этого выйдут. Ну, а как? Начаток должен все на себе перенести. Кавычки открыты святейшему патриарху Московскому и всей Руси Пимену. Ваше святейшество, мир вам, с великой скорбью пишу вам, как ангелу православной церкви, о всем виде на мною во множестве приходов в разных епархиях, от Украины до Камчатки, положение по местных церквах почти везде одинаковое. Невежество ненаученного народа, расхищение овец сектантами, удаление архипастырей и пастырей от простолюдина, прихожанина, нежелание пастырей учить народ, засилие безбожников на должностях, старост в церковных советах, диктаторство уполномоченных внутри церкви. Конец всего этого конечная гибель душ и подготовка к принятию Антихриста. Смиренно прошу простить меня за высказываемое. Но перед Всевышним и вы, и все мы, от лица которых пишу это, мы все будем равносудимы. Сегодня вас могут заставить люди или обстоятельства произвести неправильный суд над нами. Но и вас Бог предупреждает. Матфея 7,2 «Ибо каким судом судите, таки будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Православная церковь сегодня находится в смертельной опасности, гораздо больше, нежели во времена Нерона и Сталина. Без деятельностью архиереев и по многим жизненно важным вопросам, безразличием делу воспитания и спасения посомых удушается всякое проявление жизни духовной. Церковь наполнена невозрожденными, номинальными христианами. Великий Иоанн Златоуст говорит, кавычки открыты, «Слово христианин для многих лишь пустой звук, вводящий других в заблуждение», кавычки закрыты, «Общая исповедь привела к тому, что нет не оглашенных, не оглашения, нет отлучения за грех. Если и отлучают теперь от церкви, то почти всегда за то, что посмел вступиться за дело по руганой церкви. Безбожники решают, кого отлучать и давят на епископов и настоятелей, чтобы не было обращения молодежи. К вам обращаемся, простираем руки, возвышаем голос скорби» Ефесянам 4,14 «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты, дом отца твоего, погибнете». Это есть сфир 4,14 «И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? И кто знает, не для такого ли времени вы стали патриархом и достигли достоинства сего, чтобы вступиться за умирщляемых на святом месте». Притча 24,11,12 «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот, мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает?» Дальше. Настольная книга для священнослужителей, изданная по вашему благословению, побудила некоторых ревностных архиереев издать указ предписания отцам-настоятелям начать оглашать вновь приходящих к святому крещению, совершать служение не борзясь, говорить по учению на литургии и на акафистах. Но на местах многие пастыри под многими предлогами не учат народ. Нужна особая энциклика от вашего имени, повелевающая неленостно за каждым по учениям утром и вечером и особенно в субботу вечером объяснять новый путь веры. Этого нет сейчас почти нигде. Если же кто, полагая жизнь за овец трудится, такового лишает прихода. Выматывает угрозами лишит регистрацию полномоченного. Осия 4.6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священной действия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Василий Великий говорит, что если священник не учит народ, то он суть идол, ибо идол украшен также в одежды позлощенные и также молчит. Ефрем Сирин вопиет с пророком Давидом, да садиждутся стены Иерусалимские, да восстанут добрые пастыри, которые для овец и для церкви есть стены. Святейший Владыка, мы ждем от вас пророческого гласа, да садиждутся стены церкви. Иезекииль 22, 30, 31. Искал я у них человека, который и поставил бы стену, и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Вы, хотя и патриарх, но и вы будете отвечать за овец, веренных вам. В древности священники не встали в проломе, в который хлынули воды неверия, лжеименная мудрость, лютые волки, нещадящие стадо. И Господь грозно предупредил Малахия 2, 1 и 2. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савоов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Все гибнет, рушатся стены, вот здесь видны проломы в доме Божьем, а там сошлись фундаменты с толпы и гнется трость предутонченной ложью и вновь Христос хулиться средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы говорить? Повторить. Повторить. Я приложу все силы и старания, чтобы Божий дом опять восстановить. Когда же прекратится издевательство над святыней? Почему не откупили для крещения взрослых и детей? Моча толбы, не раздевая людей. Это не крещение, это не крапление, не католическое обливание и не прохождение в облаке, но духовное невежество, неряшливость, небрежность в служении. Иеремия 48.10 Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает мещ его от крови. Спешите делать добро, говорит Серафим Саровский. Какое же это добро, если у каждого борода умолена, а она всегда была символ нашего единения, а стала по образу мира сего. Мало книг священного Писания, не хватает священников, а желающим нет доступа к алтарю, так как если уполномоченный узнает, что кандидат искренне верующий не дает регистрации, это насаждение безбожества и мерзость запустения. Восстаньте, ибо вы, как Моисей, обязаны вывести церковь из плена. Богоматерь, купина неополимая, додвинет вас к фараону. Благословите нас, Владыка, на подвиг веры. Мой точный адрес. Даниил, хорошо, очень хорошо написали. Игнатий Лапкин, хорошо-то хорошо, да за это ведь хорошо и бьют. Но надо, брат, решаться кому-то первому. Мы там, а вы здесь. Помощь знаете где? По любому стиху толкования желаете получить? Получите. Но это само собой уже идет, когда человек кушает, жизнь имеет. Но это тоже надо. Судят за это. Ты вмешиваешься не в свое дело. Дело-то общее. В церкви не может быть того, что не наше дело. Сегодня предстань не пред Богом и скажем ли, что это не наше дело, что он погибает. С патриарху в тысячу раз больше спрос будет. А у вас здесь рядом свои пресетера где-то? Надо говорить и обязательно поднимать вопрос. У нас опасность та, что не учат. я исполняю могу здесь спастись. У вас же в много раз хуже получается, потому что хоть тысячу раз свято живи, а причастия нет. Хлеб остается хлебом. Вот до чего довели учителя. Даниил. Да, это верно. Игнатий Лапкин. Чего начинать? Начинайте. Трубите, стучите. Искать надобно. Я всем говорю, готовить надо молодые кадры на священство и нечего медлить. Тогда под землей Господь церковь загонит. Там будет святость. Даниил. Боже мой, вы пишете, что в вашей церкви такое творится. Нам можно еще три листа добавить таких, как вы написали. Игнатий Лапкин. И скрывать нельзя. Надо все это вытаскивать. Господи, очисти. Каимся. Стыдно лицах наших, как у отцов наших. Погибаем, владыка. Не будем хвалить то, что не хвалится. Хорошее, скажем, хорошее. То, что церковь сохранила это. Хорошо, что на русском языке у вас идет. Хорошо. А когда до дела дойдет, то увидим, что не хорошо. И об этом будем просить Бога. Господи, помоги. Друг о другу простирать будем руки. Поможем, братья. Что нам скрывать здесь друг о друга? Сколько можно лицемерить? Даниил. Да. И опять вот беспрестранные деления. Разве у Господа, когда были двенадцать учеников, разные деления были. Первая апостольская церковь была единая, а потом началось и началось. Игнатий Лапкин. А знаете, когда особенно началось? Тогда когда потеряли священство. Представьте, две тысячи лет пять отделений всего иметь, пять крытых ходов, как купальня в Ефезде. И две тысячи сект образовалось за последние только сто лет. Две тысячи сект христианских. Конца добрения не будет никакого. Еще десятки дроблей не будет. Почему? А потому что пастыри все незаконные, благодать их не скрепляет. Кавычки открытые. А какая разница? Мы сейчас хлеб ломаем, мы едим, не режем, но он хлеб и остается хлебом. Разве мы не могли бы испечь, посмотрев на Иисуса? Но дерезает на это ты понимаешь, что это такое? Озия решил покодить, и Бог сразу проказы покрыл его. Второе параллельпоминон 26.19 И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, перед лицом священника в доме господнем у алтаря кадильного. Дафан и его сотоварищи решили быть священниками и погибли навеки. Они в аду сидят. Зачем же я пойду этим путем туда? Вот конкретный практически путь. Сердце дрогнуло, значит на молитву. На молитву? Ибо тут уже никто не подскажет. Здесь надо так. Вот я пришел сегодня в храм. Ах давят, ах жмут, торговля свечами, шумят. Простерся выше этого. Златоуст говорит, проходи мимо. Ангелы, люди, оставляй все выше престолов, простирайся. Выходит священник, и я все плохое забыл. С нижнего храма в верхний перешли. Образно. Служба идет чинно. Предупредил. Будут подходить люди, слушайте, блюдите. Священник подходит, благословляет, мир вам, благословение Господне на вас. Но ни разу крестом не перекрестит пресвитер за все время. Что, креста Христова нет? Ни разу не выйдет и не скажет, благословляй вас с именем Господнем, потому что Бог дал власть такое благословение преподать только священникам. На Христа удивлялись говорили Марк 1.22 И удивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники. И мы смотрим сейчас на всех сектантских пресвитеров. Никакой власти у них нет. Священник на исповеди перекрестит во имя Отца и Сына и Святого Духа, да разрешишься от грехов. Властью данным не от Бога разрешаю тебя. Власть ему дана власть. Иоанна 20.23 Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Здесь же у сектантов, конкретно баптистов, никакой власти никто не имеет. И потому ничего сакрального у них и нет. У нас нехороший священник, он погибнет. Горе ему, и я молюсь за него. Но он, но от него все таинства действительно. Если же он не достоин, то мое право не приступать к таинствам, разрешается пойти к другому. Но представьте, что я не знал, что он не таковой, а он на самом деле не хороший, то что теперь я бы погиб из-за него, не зная о его жизни. Но он преподает мне тело и кровь Христову. Я вам привожу в пример. В Барнауле один баптист проповедовал, но потом оказалось, что он неверующий, хотя через его проповедь люди приходили к Богу. Жизнь его недостойная потом обнаружилась. Он 60 лет пресс-фитером был и отрекся, и написал книгу против. Но люди-то обратились, и что теперь? Благодать действует, и через нечистый сосуд. Матфея 7, 22, 23. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса потворили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Даниил, все правильно, написано так, не Твоим ли именем, значит, было дело, что и проповедовали чисто сердечно, чудеса творили, а потом, Игнатий Лапкин, наши архиереи еще не могут таких чудес творить, они творят чудеса только в ироническом смысле, кавычки открытые, вот чудотворцы, творят такие дела, кавычки закрытые, а это в буквальном смысле, поэтому они скажут, Господи, не Твоим ли именем мы благословляли людей, как один архиерей говорит, страшно мне стало, что вот считают меня за такого, а я про себя и думаю, а как в очах Божиих, а вдруг не спасусь, дрогнуло сердце, и оказалось, что он такой же, а представлялось, что он даже, что даже не подойди к нему, а сейчас я не знаю, кто для меня дороже есть настоящий момент, может, может, он меня отлучил за это время, пока меня дома нет, но до последнего дня Господь такое через него сделал, просто чудо, всем рассказывает, что вы проповедовали, и уже поддерживает нас, слава Господу, видите, какая радость, не Твоим ли именем, Даниил, а как ваше имя, Игнатий Лапкин, меня зовут Игнатий, Даниил, Игнатий, если Господу будет угодно, то посетите нас, пожалуйста, и вообще надо как-то переписку наладить, Игнатий Лапкин, я вам адрес оставил, в крайнем случае у сестер возьмете, тут уже рядом, все, что непонятно, пишите, и мы в любое время рады помочь, чем только можем, тут только так, приступая к Богу, приготовь сердце к искушениям, Галатам 1.10, у леделия ныне ищу благоволение, благоволение, или у Бога, людям ли угождать себе стараюсь, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым, вы понимаете, мы-то куда замахнулись, не то, что там у вас, тем более, знать, что они у вас не рукоположены, много ли их там, а у нас ведь 75 архиереев, да патриарх, да вселенская церковь идет еще 2000 лет, однако мы знаем, что дело идет и дело пошло, по любому вопросу открываю, что вселенский собор говорит, я своего не придумываю, и мне легко отвечать, Василий Великий так учит, Григорий Богослов так, а вы кто такие, они меня отлучали было, от этого что изменилось, опять прилучали, я никуда не ухожу, Даниил, ну хорошо, что вы хоть знаете историю, вы бы нас такой литературой снабдили, я ничего ведь не знаю, Игнатий Лапкин, все будете знать, Даниил, ни златоуста не знаю, никого, я знаю, что было только 40 святых, а что они говорили, не знаю, это баптисты в городе Одесса, я беседовал, записал, а потом с пленки записали, Игнатий Лапкин, они ничего не говорили, они только умерли за Христа, не отреклись и все, народ понял, 40 птичек прилетает во сдвижение Христа, а это говорят сдвижение, все лягушки, мыши сдвинулись по норам на зиму, если встретение Иисуса Христа говорят, зима с летом встретилась, смеется, красная горка, яйца катать надо и прочее, Аня, скажите вот нам недостатки наши на прощание, чтобы мы знали все, вы хоть нам и говорили по ходу каждый день, но все-таки так, скажите все сразу уже конкретно, Игнатий Лапкин, да, но иногда люди живут рядом вместе и не делают друг другу замечания, я считаю, что это неправильно, потому что такое есть выражение и оно будто бы принадлежит древним людям, что человек направляет свою дружбу так, чтобы друг был похож на него, Сирахов 7,17 боящийся Господа направляет дружбу свою так, что каков он сам, таким делается и друг его, мы не пытаемся женщинах, женщина без головных уборов, наоборот, все делается, пол ложки хлебнули, пол ложки обратно, склонились над чашкой, чавкают и все обратно течет, разве это прилично, только животным свойственно так есть, я вам замечание сразу сделал, трудно воспринимается, больше, другой раз, могу и не делать, если приняли, то посмотрите и укажите, да, действительно, верующий и в этом отличается, у христиан во всем есть свет, пищу всегда доедать, в чашках ничего не оставлять, того, что тебе положили на тарелку, если думаешь, что не доешь, то пока еще не начинал есть, отлей, попроси хозяйку, отложите, я не смогу все съесть, что-то ты в жизни не понял, не знаешь, но желудок то твой ты знаешь, сколько сможешь съесть, вот кусочек, осталось там два раза жевнуть, оставил, да еще и говорится, я не могу доесть, это пустой разговор, нельзя такого говорить, это понятно, Аня Вознюк, понятно, Игнатий Лапкин, сказанное все принимаете, Аня, да, Игнатий Лапкин, будете исполнять, Аня, да, Игнатий Лапкин, теперь о волосах, говорят, у женщины волос длинный, Аня, а у нас сумка короткий, Игнатий Лапкин, вот, все знаете, хотелось, чтобы получилось, чтобы длинный волос не мешал вашему уму, и нигде он не цеплялся, расчесываться в определенном месте, сесть на простынь, а после вынесла, страхнула, чтобы в комнате ни одной волосины не привалялось, не дай бог, если где-то попадет в пищу, с ногами попал волос на кровать, зацепил рукой, и вот он в пищу попал, начинаешь готовить, волосы плотно подбери, чтобы ни одной волосинки даже видно не было, тщательнейшим образом завяжи их, потому что в армии, когда под ежик, подстрижен солдат, и то он на кухне и в столовой колпаке, а у вас наоборот, бывает, гляжу, трясет волосами над кастрюлей, у одних был, видел, как чихнуло прямо в открытую кастрюлю, два раза, я думаю, уж есть-то я у тебя не буду, голубушка, раз ты такая невежа, ну что смеешься, это не хорошо же так, очень даже не хорошо, одна хозяйка дала нам пирог, и оказался в пироге волос, я просто указание даю, от этой хозяйки больше мне ничего не носи, так как она неряшливая, для чего это мне нужно, чтобы во всем был порядок, и дома разбросанных вещей, чтобы нигде не было, каждая вещь знала свое место, и в карманах должен быть порядок, да деньги в наружных карманах не храни, с шеей отдельный кармашек для ключа, отдельно для денег подальше, чтобы жулики не залезли, а у тебя что, в наружном кармане свернуты десятки с бумажками какими-то, билетикой расправить, не можешь, стыдно в руки давать, и вижу, что ты рохля, а ты сама-то как об этом думаешь, Аня, буду стараться, Игнатий Лапкин, ты уже отвечай громко, дело-то тут небольшое, вот мы приехали в гости к вам, огурцы стоят почти по три рубля за килограмм, зачем берете, сказал не брать, человек должен жить как можно дешевле, те же самые калории можно взять из хлеба, из других продуктов, зачем ты новые консервы распечатываешь, когда есть уже сваренное что-то другое, сметану стаканом даешь, а сама-то коров не держишь, одну ложку положила и хватит, ты видишь, что человек привязан к этому, глаза заведущие, жадный на пищу такую, и ты ему подобного вовсе не давай, надо от этого отвыкать, принимаешь, Аня, мы из усердия к вам, от радости, мы это в первый раз купили, Игнатий Лапкин, ладно, к тому я говорю, что эту, эту же самую сумму могли бы поесть уже не двое, а четверо, все поставить под контроль, а что вы тут рассуждали по мелочи, чтобы лишнее не покупали, никогда, не надо, короткие где одеяния, их надставить или отдать кому-то, чтобы купить другое, чтобы у вас на четверть было ниже колен, все, можешь еще ниже сделать, как у цыганки, этот вопрос нужно решать решительно, с кем бы из братьев не встречались, настаивайте на бороде, потому что мужчины любят, когда женщина говорит об этом, мужчина говорит, это не так для них ценно, начинайте с жены, жена, посмотри, ну как твой муж, это же растление плоти, зачем бреется, это же грех, чтобы она начала выговаривать мужа, чтобы приобретали вид, как положено для мужчины, Бог дал так, это понятно, Аня, понятно, Игнатий Лапкин, вот, послушные ученики, наблюдайте за речью друг друга, разговаривайте иной раз о пустяках и не замечайте, иной раз смеете за столом, это не годится, над чем ты смеялась сегодня, расскажи, Аня, я когда, Игнатий Лапкин, да не ты, а Тамара, Тамара Умнова, потому что вы так серьезно делали наставление, как надо молиться, это я очень серьезно восприняла, я так думала, что вот, как это воспринять и понять, чтобы это все соединялось с таким внутренним благоговением, и вдруг вы, когда сказали, что надо ноги на молитвы вместе держать, смеется, сказали, что когда не вместе, то на журавля похоже, и вот это слово меня вызвало смех, но это только сатанан так на смех подбивает, я могла бы не услышать это слово, Аня, при чем тут сатана, Игнатий Лапкин, да при том, что смех дает он, далее вот, что дальше записано, я сейчас пройду, большой материал, Тамара, как говорит, она еще живая, сына этого, брата не знаю, вот посмотрите, какой разговор, прямая речь, и вот душа здесь обращается, одна и другая, буквально вот от этой беседы, вот тогда и посмотри, что именно подействовало на них, считайте, вот это одна беседа, белая попроще лицо сделала, а белка, остаток, классик, тут и ольга, тут, тут, вот тут pitch, а вот столе, в, ну, там все , То, что такая большая беседа, и никто не против, а то, что тоже была работа проведена, а то бывают кочеры, что-то руками закрываются, а это же нет. Они верят, что любой может найти, ну, как принято уже. Почему не начали это, потому что много. Здесь прямая речь Геннадия Яковлева. Стал ярмонахом Григорием, которого Кришнаид убил. Хорошенький наш. Вот здесь все. Вот представьте, одна беседа. Я сам перепечатывал. Сколько же времени на это вот ушло? Без магнитопона никуда. А теперь даже уже не вспоминается. Теперь я уже только так вспоминаю, где, на каком месте мы были там. У-у-у-у, как долго идти здесь. Так, я сейчас пропускаю это все. Кому надо, посмотрите. Здесь. Прилегиена, говорит, кратко. И стихотворение Басни Крылова. А что она? Пастух нашел зимой в пещере диких коз. От радости богов благодарит сквозь слез. Прекрасно, говорит, ни клада мне не надо. Теперь мое прибудет вдвое стада. И не доем, и не досплю. А милых козочек к себе я прикормлю. И панам заживу у нас во всем полесье. Ведь пастуху стада, что барину поместье. Он с них оброк волной берет. И масло, и сыры скопляет. Подчас он тоже и шкурки с них дерет. Лишь только корм он сам им промышляет. А корму на зиму у пастуха запас. Вот он овец, а своих овец гостям он корм таскает. Голубит их, ласкает. К ним за день ходит полсту раз. Их всячески старается привадить. Убавил корму своих. Теперь, пока месть не до них. И со своими же легче складить. Сенца им бросить по клочку. А станут приступать, так дать им по толчку. Чтоб менее в глаза совались. Да только вот беда. Когда пришла весна. Тык, козы дикие все в горы разбежались. Не по утесам жизнь казалась им грустна. Своё же стадо захерело. И всё почти перекалело. И мой пастух пошёл с умой. Хотя зимой на барыши в уме рассчитывал прекрасно. Пастух, тебе теперь я молвлю речь. Чем в диких коз терять свой корм напрасно. Не лучше бы коз домашних поберечь. Крылов. 1821-1823 год. Подожди маленько. Продолжение следует.